Привет дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать у себя на канале. Вы уже наверняка посмотрели бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. И именно этот поединок я предлагаю сейчас разобрать. Поехали! Для начала я поделюсь с вами своим вариантом развития событий в бою. А потом мы проанализируем, что из этого сбылось, а что не получилось. Итак, для начала я думал, что Головкин будет контролировать ход поединка за счет джеба. Ну, это логично, потому что Головкин, он известный джебист. У него джеб всегда превалирует над всеми другими техническими действиями. Плюс, учитывая его силу, динамит в кулаках, который у него есть, логично было, чтобы он контролировал более низкорослого и более короткоруткого Сергея Деревянченко. Что я думал, будет делать Деревянченко? Учитывая, что у него манера такая бокса более любительская, он будет легко двигаться на ногах, как и всегда. То есть, выполнять забегания в стиле Аля Ломаченко. Передвигаться на носочках, насыпать легкие серии и убегать. То есть, с Геной, которая стоит плотно на конвасе, на обеих, на полной стопе, это была бы такая идеальная тактика. То есть, ударил, подбежал, ударил, убежал. Подбежал, ударил, убежал. А дальше ты как бы лови. Плюс, Деревянченко все-таки поскоростнее боец, чем Головкин. Ну, то есть, это изначально было понятно, потому что Деревянченко и моложе, и как бы руки у него, как я уже сказал, короче, соответственно, вылетает гораздо резче, быстрее. В скорости он, конечно же, выигрывал. И плюс, ноги были гораздо более подвижные. И для того, чтобы Головкину остановить вот эту вот резвую прыть, нужно было бить много по корпусу. Так, с этим все. Теперь давайте разбираться, что произошло в бою. Стартовый отрезок боя показал, что примерно в этом сценарии все и будет развиваться. То есть, Гена будет плотно стоять на конвасе обеими стопами, заряжаться на 1-2 силовых удара, либо на комбинацию силовых ударов. А Деревянченко будет много двигаться, насыпать легкие удары и разрывать дистанцию сразу же. Почему он оказался на полу? Потому что он, грубо говоря, впервые столкнулся с подобной силой ударов. Я думаю, что за свою профессиональную карьеру, плюс за любительскую карьеру, он все-таки с такими панчерами еще ни разу не боксировал. И вспомните, когда Гена провел первый боковой, у Деревянченко были просто глаза по 5 копеек, потому что он не ожидал такой силы удара. Плюс, учитывая, что все-таки перчатки 10-унцовые, то сила удара там такая, очень ощутимая. И в чем была коренная ошибка Деревянченко? Смотрите, когда вы боксируете по любителям, вас учат, чтобы вы все время стояли легко на ринге. То есть, чтобы вы все время двигались на носочках. В таком положении нанести тяжелый акцентированный удар очень тяжело. То есть, вы его пробиваете, но эффекты это не производит должного. И вот это самое происходило в бою. То есть, Деревянченко, допустим, пробивает серию из трех ударов. Головкин стоит, и ему все ни по чем. Затем, далее следует контратака, допустим, у Головкина. И у Деревянченко голова откидывается назад. Практически от любого удара. Что джеба, что апперкота и так далее. Это, конечно же, все влияло на судей. Забегая вперед, скажу, что у меня счет получился 114-113 в пользу Головкина с учетом нокдауна. То есть, как у одного из судей. Но при этом я посмотрел карточки, и некоторые раунды мы все-таки с ними оценивали по-разному. Ну, это логично, что с экрана, когда смотришь бой, допустим, по телевизору, и когда ты его смотришь вживую у ринга, ощущения совершенно другие. Учитывая, что соперник был очень подвижным, Головкин должен был работать по корпусу. Но за весь бой, за все 12 раундов, Гена пробил всего лишь одну свою зубодробительную комбинацию. Левый прямой, правый снизу и левый в корпус. Жесткий, акцентированный в самом конце. Хотя, с таким подвижным соперником, как Деревянченко, он должен был работать по корпусу вообще практически весь бой, чтобы его замедлить, чтобы заставить его встать на месте, чтобы навязать ему обмен, навязать ему драку. Я считаю, что счет 114-113 наиболее полно отражает картину, которая происходила в этом бою. И об этом же говорит статистика. То есть, они оба выпустили, точнее, донесли друг до друга больше 230 ударов, да? Гена 243, Сергей 230. Ну, то есть, это примерно равный поединок был. Теперь давайте с вами обсудим, почему счет получился таким близким, и я бы озаглавил это так. Почему Деревянченко проиграл, и почему Головкин выступил так плохо. Начнем с Геннадия Головкина. Первая причина, как в песне поется, первая причина – это возраст. Посмотрите, по бою Гена уже не успевает за более скоростными, за более резкими соперниками. Видно, как он в бою пытается встретить, то есть, он прям хочет встретить. Видно, что есть движение навстречу, но он понимает, что он не успевает. И из-за этого руки как бы не вылетают. Плюс, Гена стал брать гораздо более объемные такие, более длинные паузы между своими атаками. Это говорит о том, что уже наметились серьезные проблемы с выносливостью. Плюс, реакция тоже уже не на уровне. То есть, он не успевает за быстрыми атаками, быстрыми джебами. Если он встретится с Деметриусом и Андрейдом, проблемы могут быть очень серьезные. Плюс, еще один такой серьезный момент. Головкин стал боксировать еще более примитивно и более однообразно. То есть, посмотрите, атаки все силовые практически, нету варьирования ударов. Но это уже давно у него. То есть, его физрук Санчес этому научил. Заставил его боксировать в таком ключе. А когда он только, допустим, приехал в Америку, да, в 2012 году, и вспомните его бой с Проксой, там было любо-дорого посмотреть на бокс Головкина. Обилие варьирования ударов, да, акцентированные перемешивались с легкими. Сейчас этого уже всего нету. Единственное, в первом раунде он действительно показал вот это вот еще былое величие, остатки былого величия продемонстрировал, когда пробил эту комбинацию и Деревянченко оказался на полу. Плюс, в последних раундах еще были какие-то проблески работы в челноке. Мне тоже это было удивительно. Возможно, как бы в следующих боях бокс Головкина вернется, но пока что, как бы, тенденции все на угасание, как технической стороны бокса Головкина, так и, ну, и в каких-то физических кондициях. Сказки про плохое самочувствие, болезнь, ну, честно говоря, не очень, конечно, верится. Но, с другой стороны, если вспомнить бой с Росада, там он тоже вышел на бой с простудой и промучился с Росада до 10-го раунда. А это был, по-моему, если мне память не изменяет, 2013 год. Теперь давайте поговорим про Сергея Деревянченко. Почему у него не получилось выиграть Головкина? Итак, я выделяю три причины, по которым украинский боксер не смог в эту ночь завоевать два титула чемпиона мира. Во-первых, это его любительская манера. Сергей долго выступал по любителям. У него вот эта манера боксирования, да, на носочках, легко ушел на ногах, развернул, там, закрутил, она у него сформировалась. И когда нужно было, допустим, добавить акцента, а добавлять акцента нужно было с Головкиным где-то примерно с шестого раунда, а он включился где-то только в девятом, десятом, одиннадцатом, то можно сказать, что акцентировать он стал поздно. То есть, когда время уже, грубо говоря, ушло. Второй момент. Это, конечно же, сечка, которая образовалась во втором раунде. По его собственным заявлениям, она заливала ему лицо, и он, грубо говоря, не видел сильнейший левый боковой Головкина, который летел постоянно. А Головкин вы видели сами, он пробивал, он любит эту комбинацию. Джеб и тут же перевод на левый боковой. Он у него жесткий, акцентированный. И поскольку, как бы, кровь лилась с этой стороны, то Сергей, грубо говоря, не видел этих всех ударов. И третий момент. Головкин, звезда в Америке. Его знают и любят. И, конечно же, владельцам Дозон, этой стриминговой платформы, выгодно устроить поединок Головкина с Канелло, допустим, следующим после встречи Сергея Ковалева с Канелло, конечно же. Выгодно устроить этот поединок и заработать на нем огромные суммы денег, нежели поставить, ну, грубо говоря, ноунейма Сергея Деревянченко, боксировать с Канелло. И непонятно, что из этого получится. Потому что боксер Деревянченко действительно хороший, обученный. То есть, с хорошими ногами, с хорошей скоростью рук. То есть, неизвестно, как Сауль Альварес там мог бы с ним отбоксировать. Конечно же, он был бы фаворитом Альварес в этом бою. Но, тем не менее, все равно нервы могут бы потрепать. А вы сами понимаете, какие это убытки, если, допустим, чемпион вдруг нежданно-негаданно проиграет. Это же бокс все-таки. Что ж, на этом у меня сегодня все. Пишите ваше мнение о победителе этого боя в комментариях. Я от себя хотел бы еще раз вас поблагодарить за то, что вы не проходите мимо моих видео. Пишите комментарии, ставите лайки, пусть иногда даже ставите дизлайки. Это все мне помогает развиваться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой инстаграм. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорого!